Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня у меня есть порция важного контента для новичков. Друзья, вот что я выучил в криптовалюте за 4 года. Все гениальное просто и все простое гениально. Когда ты впервые открываешь страницу любой криптовалюты на CoinMarketCap или любом другом подобном сайте, первое, что ты видишь, это дневной график цены этой криптовалюты. Сразу же измени таймфрейм и выбери всю историю цены этой криптовалюты. Только так ты можешь оценить перспективы того, сколько иксов ты можешь сделать за короткий период времени. На примере Sandbox мне повезло, действительно повезло, купить его за 4 цента год назад, в ноябре 2020. Я купил его всего лишь на 500 долларов и забыл об этом почти на год. До тех пор, пока в ноябре 2021 он внезапно не взлетел и внезапно о нем начали говорить все. Теперь я хочу поделиться простейшей стратегией, которую я систематически повторяю для того, чтобы на длинной дистанции после череды успехов и неудач в итоге оставаться в большом плюсе. Эта стратегия не требует научной степени, а ты не должен быть богом трейдинга. Все, что тебе нужно, это время и терпение, особенно терпение. Я инвестировал Sandbox практически на низах и целый год не вспоминал о нем. Затем он сильно взлетел и хайп вокруг него слышно изо всех щелей. Половину Sandbox я продал здесь за 4 доллара и перевел его в эфириум. Частично я продавал здесь и здесь. На любом прыжке Sandbox я частично фиксирую прибыль. То же самое можно сказать и о Cardano, который я покупал за 70 центов вот здесь. Я также продавал ее на этом взлете. Частично продавал, когда она сделала 2-3 икса. Однако, нужно отметить, что я не продаю все. Я оставляю некоторую часть монет на всякий случай. Что же я делаю с полученной прибылью? Я реинвестирую ее в монеты, которые еще не взлетели. Каждый раз, когда я фиксирую уже взлетевшие монеты, я вкладываю полученную прибыль в монеты, которые еще не достигли исторических пиков, чьи цены все еще придавлены в пол. Я не покупаю на пиках параболических взрывов почти никогда. Только в тех случаях, когда я практически уверен, что это для меня выгодно. В основном это касается эфириума и биткоина, которые являются для меня резервными криптовалютами. Я готов держать их очень долго, в отличие от других. Потому что я верю, что через 5 лет биткоин все еще будет существовать. А вот насчет остальных есть сомнения. Особенно насчет вот этих монеток из криптоигровой индустрии. Кто знает, что с ними будет через 5 лет? Итак, на взлетевших монетах, типа Сэндбокса и Кардана, я фиксирую прибыли и реинвестирую их в монеты, которые еще не взлетели. Например, полученную от Сэндбокса прибыль я инвестировал в Галлу. Приблизительно вот здесь, когда она стоила 9 центов. Также покупал Ультра, когда он был где-то вот здесь. Хромия, когда она была вот здесь. Та прибыль, которую я частично фиксировал от Сэндбокса, уходила в эти криптовалюты. Тогда, когда они еще не достигли своего исторического пика, а их цены были придавлены. Если ты не успел купить ту или иную криптовалюту, до ее пампа я скажу, что делаю я, если я хочу в нее зайти. Я жду большой коррекции и покупаю частично на этой коррекции. Например, монета упала на 50%, я покупаю первый раз, упала на 60%, я покупаю второй раз, упала на 70%, я покупаю третий раз. Это называется долларовое усреднение. Только так я перезахожу в ту или иную криптовалюту, если она выросла и если вообще у меня есть такое желание. Но зачастую я больше в них не лезу. Вот почему я не покупаю Decentraland Mana, Exe Infinity, Phantasma Soul. Я больше ее не докупаю, но уже фиксировал несколько раз. В сэндбоксе тоже только продаю. И реинвестирую за фиксированные прибыли в монеты, которые еще не взрывались параболически. Например, Yield Guild Games. Посмотри на ее график, она еще не взрывалась. Gods Unchained, то же самое. Merit Circle, то же самое. Я покупал ее за 9 долларов несколько дней назад. Забыл об этом рассказать в сегодняшнем видео, просто вылетел из головы. Хотя хотел, кстати говоря. Нужно обратить свое внимание и на другие прижатые криптовалюты, не обязательно связанные с игровой криптовалютой. Например, NEM. Посмотри на его график, он находится на дне. Stellar XLM тоже не достиг своего исторического пика. Ripple XRP, Dash. Можно много таких криптовалют найти. Если ты собираешься покупать криптовалюту, ищи такие криптовалюты для покупки, как Dash, XRP, Stellar, NEM, Merit Circle, God Unchained и другие. Если ты фиксируешь прибыли с уже выросших криптовалют, ищи такие криптовалюты для реинвестирования. На длинной дистанции, в 3-4 года, эта стратегия превратит тебя в криптомиллионера. Твоя жизнь изменится полностью и навсегда. Все, что нужно, это терпение и долгосрочные инвестиции в фундаментальные криптовалюты. Также не забывай, что криптовалюта – это жестокий вид спорта. Скажем так, она бьет тебя не менее сильно, чем хвалит. Я должен об этом предупредить, если ты еще никогда не видел, на что она способна. Она способна не только дать 1000%, она способна упасть на 40%, упасть на 70%, 80% и даже 99%. Вот что может дать криптовалюта на медвежьем рынке в любой момент времени. Завтра та криптовалюта, которую ты купил сегодня, может потерять 90% стоимости. И вот почему на длинной дистанции инвестиции только лишь в фундаментально крепкие проекты есть правильным решением. Играться с такими опасными криптовалютами, как игровые токены типа Goats Unchained на длинной дистанции – опасно. С ними можно баловаться только лишь на краткосрочной дистанции, максимум пару месяцев, а затем реинвестировать полученные прибыли. На них мы просто ловим свои 5, 10, 20 иксов. Если повезет, 100 иксов, может быть даже 1000 иксов. Опять же, если повезет. И использовать эти полученные деньги для накопления действительно твердых проектов, таких как биткоин. Вот что изменит твою жизнь. Меня зовут Богатейший Ди. Удачи. И до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok